Иудео-христианская цивилизация Иудео все равно ни в какую категорию вложить невозможно Мы народ, но мы не совсем народ Мы религия, но мы не совсем религия Мы как бы все что угодно Не случайно, это в Толитах сказано В неделе главе Балак Что между народами народ Израиля не числится Не понимая этого нельзя многого понять А понимая этого можно много понять Да, мы отличаемся от всех Ничего там не о том Удивительного Перед нами же другие задачи Творец мира дал нам тяжелую задачу На плечи взвалил И мы поэтому отличаемся Значит Однако В рамках, так сказать, человеческой истории Последние 300-400 лет В Европе возникли В Европе, когда возникло христианство Примерно 1800 лет назад Оно возникло, там раскололось на восточную и западную Восточную это православие, западное это католичество И так продолжалось Географические места мы тоже более-менее Мы все более-менее знали Где были православные Не только Россия, где были православные И были католики Возникло протестантизм Мартин Лютер начал И потом пошло и поехало Еще 3, 4, 5, 10 церквей Как вы знаете, нас мы не обсуждаем Ни другие церкви, ни религии, ничего Просто факты Мы знаем, что 5, 10, 15, 20 Примерно столько есть разных направлений течения В Европе И потом очень много в Америке Эти из Англии, англосаксы переехали в Америку И постепенно там сложилась американская цивилизация Если это тема налоги портится И там стали размножаться вот эти протестантские церкви, направления Протестантизм отличается от католичества и православия Большим вниманием к Библии К Танаху Мы говорим Танаху, у них Библия Это перевод Танаха на их языки Плюс так называемый Новый Завет Со всем книг, которые к нам и время не имеют никакого отношения Библия имеет Я не буду говорить о том, что переводы очень плохие Очень неправильные у всех И у католиков, православных, и у протестантов Но так или иначе Это еврейская Библия В переводе на их языки В Америке на английский И Новый Завет еще И вот у них проблема У христиан Они Исходя из своей идеологии Которую мы не обсуждаем Должны показать, что они Зародились и вышли из Еврейского народа Еврейской цивилизации Еврейской религии Поэтому для них важна эта связь И особенно для них Потому что Они Внимание большое уделяют именно Библии И поэтому надо как бы Склеить эти вещи Взять евреев и Библию Взять их христиан И их книги Включая переводы Библии И как-то вот так склеить И придумали Изобрели просто термин Иудея-христианская цивилизация В основном в Америке Потом это распространилось дальше Зачастую используется Для того, чтобы показать Общие судьбы Визави Мусульманской цивилизации Какой-то другой Нечто общее Нечто взаимопомощь Взаимодействие Но это придумано Это неправда все Никого нет Ни взаимодействия Ничего Этого нет Так что терминология Надуманная Она очень популярна В кругах Где изучают историю Философию Мировоззрение В Америке В американских университетах Несли евреев Никакой Маломальский Разумный еврей Который живет традиционно Никогда не скажет Идея Христианской цивилизации Но есть такие награды Они как бы Немножко даже живут Как евреи Но при этом Не христиане Но при этом Как бы очень видят Общность какую-то И что-то И что-то И как-то Ну вот так вот Это Европе Это намного меньше Но в последнее время Нужно сказать Что и католичество Тоже Из-за этого Вечного комплекса Неполноценности У христиан Потому что Многие из них В сердце понимают Что история Или выдуманная Или неясная Или темная Или непонятная А им хочется Иметь какие-то Корни Еврейская история Вся понятная Ясная Очевидная Логичная Им хочется С этим как-то Связаться И даже вот Католики Смотрите Они 1800 лет Существуют на свете Их центр Ватикан Риме Папа Римский Все равно Не помогает То что Их полтора Миллиарда Человек Примерно Такое количество Не хватает Этой Аутентичности Не хватает Достоверности Не хватает Ясности Поэтому Они стараются Приклеиться К нам И вот Мы уже Сорок лет Примерно Слышим От очередного Папы Римского Включая Последнего Их имена Я не хочу Даже называть Где-то Три-четыре Папы Последние Они Все время Подчеркивают Иудея Христианства Или этот Папа Предпоследний И может быть И последний Да я не знаю Так не слежу Конечно За всем этим Но Предпоследнего Прямо сам Слышал Что Израиль Еврейский народ Это Дескать Старший брат У них Мы евреи Это старшие Братья Христиан И вот Поэтому Надо вместе Быть У нас Семья И прочее Это неправда Все И даже Вот эти Лесные слова Старший брат Не должны Нас евреи Ни на йоту Ни на миллиметр Расслаблять У нас Нет причин Ничего Вместе С ними Не делать Естественно У нас Нет никаких Причин Ни с кем Воевать Спорить Как неоднократно Мы говорили Никакие Дискуссии Не нужны Никакие Споры Все это Не стоит Абсолютно Ломаного Гроша Никакого Христианство Это Придуманная Людьми Религия И она Принципиально Отличается От тем Что дал Всевышний Принципиально Вот между Придуманными Религиями Я могу Понять Что у них Есть какие-то Плодотворные Или наоборот Неплодотворные Дискуссии Споры И так далее Так что Пусть этим Занимаются Православные Христиане Баптисты Ветеране Свидетели Адвентисты И я только Называю Самые Такие Известные Методисты Кальвинисты Англо Агрекадцы Пусть они Все занимаются Друг с другом Пусть обсуждают Что-то Спорят Находят Какие-то Общие Точки Или Различия Это не имеет К нам Никого Отношения Потому что Все это Придумано А у нас Ничего Не придумано Потому что Мы напрямую Получаем От Всевышнего Как сказано В Торе И прочее И потом То что Наши учителя Применяют Полученный От Всевышнего Закон Современной Жизни Не к современной Сегодняшней Только Но все Три тысячи лет Три тысячи лет Современной Жизни Потому что Сама Тора Вооружила Учителей Торы Методикой Как Эту Тору Применять Реально К нашей Жизни Не отказываясь Ни на Ни на Один Грамм Ни на Один Миллиметр От того Что он Получает Всевышнего Но Применяя К той Жизни В которой Мы живем Поэтому Еврей В любой Стране Может Если он Хочет Конечно Может Жить Как Еврей Но Прежде всего Абсолютно Верное Абсолютно Правильное Абсолютно Точнее Абсолютно Полноценное Это Когда Еврей Живет На Земле Израиля Который Предназначен Для Евреев Сам Творец Мира Это Все Что У нас Есть Этим И Занимаемся И Народы Мира Или Отдельные Люди Об Этим Будут Знать И Все Больше Будут Знать Израиль Никогда Не Забывается Посмотрите Такое Даже Пусть Политическое Но Все Забавное Забавный Факт Что Большинство Решений Резолюции ООН Принятые За Последние 60-50 Лет 30 лет Точно Касается Израиля Чем Занимается Организация Днём Нации Израиля Естественно Отрицатель Но Не в этом Главное Что Нами Занимаются Главное Что Все Хотят Иерусалим Забрать У нас Главное Что Все Почему То Думают Что Им Принадлежит Почему То Думают Что Они Мол Высказывать Мнение И Требования К еврейскому Народу Отдать То Эта Часть Еврейской Земли То Другой Отдать То Так Обустроят То Иначе Обустроят Не понимают Что Все Это Только Земля Израиля И Принадлежит Только Еврейскому Народу И Никому Больше Остальное Весь Весь Мир Весь Мир Весь Земной Шар Принадлежит Всем Народам И У нас У Евреев Нет Никаких Притязаний Ни на Один Миллиметр Ничего У Еврейской Земли Наша И Тора Наша И Религия Наша И Образ Жизни Наша И Вся И История Наша И Перспектива Наша Все Это Наше Вот На этом И Стоим И Это Народизации И Вообще Христианство И К Мусульманство И К Индуизму И К Синтоизму И Прибавьте Все Любые Измы Какие Хотите Или На Изм Кончается Или На Две Буквы В Это Кончается Так Или Иначе К Нам Это Не Им Никакого Отношения При Этому Мы Всем Желаем Конечно В Отличие От Тех Что Они Нам Желают Мы Всем Желаем Хорошего Мы Никому Не Желаем Ничего Плохого И Хотим Только Чтоб Нам Не Мешали Жить Как Евреи И Чтоб Нашей Стране Не Мешали Быть Еврейской Страной Не Мешали Ни В Чем Ни Экономически Ни В Военном Смысле Не Посылали Сюда Оружие Не Посылали Деньги Для Бандитов Не Подкармливали Их Не Вооружали Не Возбуждали Их И Так Даль Вот Такие Простейшие У нас Пожелания Ко Всему Миру Ко Всем Шести Миллиардам Людей Оставьте Нас Покое У нас На Земле И Ничего Плохого Другим Не Хотим Ничего В Отличие От Всех Других Которые Друг От Друга Все Время Что То Хотят Или Географически Или Политически Или Экономически Наш Народ Всегда Но Я думаю Это Хорошая Позиция Всего Доброго До свидания